Более полутора миллионов рублей за 2017 год было выделено из районного бюджета на социальную поддержку малообеспеченных семей. Эту помощь получило более 150 людей. Для многих такая адресная работа становится серьезной поддержкой в условиях неблагоприятных семейных обстоятельств. Но социальная поддержка населения – это не только и не столько деньги. Учреждения, работающие в системе социальной защиты, за год выполняют большое количество важных задач, помогающих сохранять семьи, укреплять здоровье и чувствовать понимание, поддержку и защиту государства. Для того, чтобы оценить качество работы различных отраслей социальной сферы, выявить слабые места и наметить пути работы, в районной администрации регулярно проходят коллегии социальной сферы. На этот раз темой встречи стала работа структурных подразделений соцзащиты и защиты материнства и детства. Совещание крыл глава района Роман Синеговский. В нашем районе сегодня проживает 131 тысяча жителей, 36 тысяч пенсионеров, 9 тысяч инвалидов, 29 тысяч детей. Наша задача, как органа власти, оказать помощь каждому, кто в ней реально действительно нуждается. Тема очень обширная. Докладчикам по регламенту отводилось до получаса. Но и за это время полностью раскрыть все направления работ, выполняемых службами, оказалось сложно. Как следует из отчета Управления социальной защиты населения, оно выплачивает 70 видов различных пособий, компенсаций и социальных выплат. Всего получателями мер социальной поддержки значится 43 157 человек, вместе с членами семей 92 512 славянцев. В управлении зарегистрировано 20 639 федеральных и региональных льготников. Расходы на предоставление социальных пособий, льгот и компенсации, государственной социальной помощи, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и других мер социальной поддержки составили в прошлом году более 607 миллионов рублей. Самыми востребованными продолжают оставаться субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этим правом воспользовались более 6 тысяч семей района. Новая мера господдержки появилась в соцзащите в 2018 году. Это деньги, выплачиваемые гражданам, находящимся в декрете при рождении первого ребёнка. Помощь от государства по линии соцзащиты получают малоимущие граждане, ветераны, семьи, имеющие детей, многодетные. Детей первых месяцев жизни, находящихся на смешанном питании, по заключению врача, обеспечивают специализированными продуктами. 65 детей-инвалидов в 2017 году воспользовались услугами реабилитационных центров. Занимаются соцзащитой и вопросами контроля за организацией безбарьерной среды. В ходе мониторинга социально значимых объектов специалисты управления признали в районе доступными всего 76% объектов, включённых в реестр. Славянский дом-интернат для престарелых и инвалидов, реабилитационный центр для несовершеннолетних, работа по социальному благополучию семей – это только треть объёма работы, которую выполняет Управление соцзащиты населения. Огромная сеть работников, огромная сеть. В каждом населённом пункте есть сотрудник. И гибкая система работы. Главы не дадут собрать, если обращаются к Марине Ивановне с просьбой, допустим, выездной выдачи тех же талонов на проезд или каких-то вопросов, связанных с организацией работы с населением. То при грамотной организации все вопросы, все обращения, ну, человека оттаить, конечно, поехать откуда-то издалека, человеку получить там эти 20 талонов или 50, да, не всегда есть возможность. Поэтому здесь работаем. Есть, конечно, вопросы к определённым сотрудникам, правильно говорит Марина Ивановна, приходится где-то менять, где-то подучить, где-то выстроить нормальные взаимоотношения. Ну, в целом, вот, если говорить про работу, я бы считал, что оценка удовлетворительна для управления соцзащитой, она была бы предъявлена. Важную роль в направлении социальной работы выполняет Славянский центр социального обслуживания населения. Услуги центра получают славянцы, проживающие во всех поселениях района. Перечень того, чем помогает центр, широк – от доставки продуктов до обучения компьютерной грамотности пожилых людей. С 2013 года открыт компьютерный класс для обучения компьютерной грамотности пенсионерам. Занятия проходят индивидуально с каждым на бесплатной основе. В 2017 году услугой воспользовалось 42 человека. Пенсионеры нашего района принимают участие в городе мероприятия в Министерстве социального развития Краснодарского края. Например, в Краевой песниной книге «Пожилых людей» и «Валюта» – любимые песни из советских фильмов, которые прошел в городе Крымске. Реализован Краевой проект «Социальный туризм», ориентированный на создание условий для полноценного отдыха. Это позволило организовать посещение эвнографического комплекса музея «Тамань» 50 активистов, совета ветеранов и общественных инвалидов за счет средств проекта. Итоги работы Управления по вопросам семьи и детства доложила его начальник Галина Курячая. Один из гитерий оценки эффективности работы органов опеки – это сокращение числа социальных сирот. Можно сказать, что это будет, наверное, правильно, что это показатель стабильности социально-экономической ситуации, результат работы по профилактике социального сиротства. Можно говорить много в цифрах, но тем не менее, это каждая цифра – судьба ребенка, его слезы, его детское горе, неудовлетворенность, потребность в ласке и заботе внимания. Если сравнивать, то в 2017 году уменьшилось количество социальных сирот. Их выявление, например, в 2015 году 31 ребенок был выявлен, в 2016 – 26, а в 2017 году – 19 детей. Очень важные для нас результаты в 2017 году – это увеличение количества родителей, которые восстановлены в родительских правах. В 2017 году трое детей вернулись в свою кровную семью. Надо отметить, что основная цель работы управления – это сохранение полноценной семьи. И такая мера, как лишение родительских прав, является крайней. С семьями, в которых сложились трудные отношения, сотрудники управления ведут серьезную работу по исправлению ситуации. Каждый ребенок должен иметь семью. Если не родную, то приемную, но хорошую и любящую. В Славянском районе процент устройства в семью вновь выявленных детей-сирот уже три года подряд составляет 100%. Для того, чтобы иметь такие показатели, о которых было сказано, нужно, наверное, иметь и железную волю, и трудолюбие, и чуткое сердце, и ряд других качеств для того, чтобы действительно выполнять ту огромную титаническую работу. Правильно было сказано, что далеко люди, с которыми вам приходится работать, они требуют, наверное, действительно работы над ними. Глава района застрил внимание собравшихся на вопросе наличия нареканий от жителей на службы социального обеспечения граждан. По каждому из них проводится специальное служебное расследование и принимаются соответствующие меры. Получая положенные социальные гарантии, люди не должны сталкиваться с проблемами, уверен глава района. В целом, работа учреждений социальной защиты населения коллегией признана удовлетворительной. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».